всем огромный привет сегодня я начала плести вот такую новогоднюю корону для детского праздника можно использовать его плетется на обыкновенной сетке из бисера плела на проволоке 0,3 миллиметра вот плела из таких материалов чешский бисер номер 10 серебристого оттенка взяла взяла чешский бисер это у меня размер 6 бисер но лучше взять акриловые бусины 4 миллиметра тогда они будут более легкие вообще нужно выбирать материалы легкие чтобы корона держала форму и взяла вот такие бусины 8 миллиметров тоже акриловые и очень легкие можно взять и 6 миллиметров тоже и плела на уже сказала на такой проволоки это обыкновенная сетка наверное показывать не буду просто эту сетку нужно плести на проволоке тогда будет держать как бы форму но если взять проволоку 0,4 миллиметров я думаю не будет проходить через этот бисер хотя можно попробовать тоже вот сейчас вам покажу схему по которой плела один недочет у меня все-таки здесь есть поэтому как мастер-класс показывать не стала вот я взяла высоту слишком большую если вы будете плести плетите в общем на одно звено делайте короче тогда будет более устойчивая форма вот схема у меня вот такая начала работу вот здесь включила проволоку вот эти арочки делала из бисера по 5 штук у меня вот здесь везде бисер 5 штук между ними вот эти бусины куда я закрепляла и этот бисер вот так идет работа и вот верхушку оформила таким образом здесь взяла три бусины которые покрупнее у меня бисер шестой можно взять 4 миллиметра или 3 миллиметра бусины акриловые лучше здесь большие у меня бусины вот здесь делала заглушку из бусины 4 миллиметра скажем так дальше пошла назад вот так здесь по два раза проходила вот на двух бусинах такие пики нужно делать вот обыкновенная сетка из бисера снизу вот переход у меня из трех бусин 4 миллиметра вот получается такая сетка довольно интересная вот сейчас я сколько-то поплела такие пики довольно легко плетется очень быстро вот этот размер тоже зависит зависит от вашего желания вот какого диаметра корона вы хотите в итоге получить вот и потом начало и конец нужно соединить в кольцо я вот начала это делать вот сейчас нужно давайте покажу все же как начало и конец нужно соединять вот я набрала здесь нужные бусины для перехода потом вот у меня конец вот начало вот таким образом соединяю вот эта арочка у нас тут пойдет дальше нужно набрать пять штук бисера и войти уже в этот в эту бусину и получается вот без шов на и такое соединение здесь вот так нужно пройтись бисером только бисер сейчас набираем пять штук бисера сюда пять штук бисера отсюда и вот такой лесенкой идем до конца вот набрала я опять бисера вошла с другой стороны в бусину и как бы получается мы зашиваем таким образом вот так получается в итоге швов не видно аккуратно и соединение сейчас опять набираем пять штук бисера и так до конца вот снизу для соединения нужно набрать уже бусины вот я набрала 3 потому что здесь у меня идут бусины вот так получается у нас в общем вот так вот шва и не видно так сейчас остается немножко укрепить конструкцию сейчас я планирую вот снизу по этим бусинам пройтись еще раз вот этой же проволокой если получится сюда войти проволокой 0,4 миллиметра то еще лучше то есть нам нужно укрепить вот этот круг здесь у нас должен получиться круг и этот круг мы потом посадим на ободок или же на еще можно посадить на заколку прищепку бывают же вот такие заколки тоже очень удобно потом воткнуть как бы волосы укрепить сейчас я вот это пройду и вам покажу в итоге я два раза прошлась вот по нижнему кругу этой же проволокой и у меня конструкция довольно таки укрепилась сейчас остается вот с помощью этого хвостика можно привязать к ободку с двух сторон это нужно сделать ободок вы понимаете из двух сторон закрепляем хорошенько наматываем на ободок и получается вот такая корона потом вот эти пики можно кокетливо вот так вот согнуть вот тоже получается интересно вот смотрите какая красота получается если будут граненые сверкающие бусины тогда будет еще лучше но я все же не советую брать стеклянные потому что они будут тяжелые вот сегодня такую корону выполнила жду заказчика для закрепления к ободку ободка под рукой нет поэтому показать не могу но это не сложно как бы с двух сторон просто наматываем на ободок мне должны привести ободок вот попробуйте конечно выполнить очень интересная работа интересный такой опыт вот ну а я с вами прощаюсь пишите комментарии ставьте лайки буду очень рада и пока пока до следующего видео пишите комментарии а пишите комментарии